Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Псалом 135, с 23 по 26 стих. Славьте Бога небес, ибо век милость его. Лампочек загорает, а то тьма. Свет там, где Христос, а Христос там, где Слово Его. Вот в детском лагере детей приучать молитвы, они быстро запоминают. Вот есть, когда утром считаем, самая большая молитва Господу Иисусу Христу. Поменьше ангелу-хранителя, еще меньше Божьей Матери. Так вот, там есть такие слова, что избавь меня от уныния, забвения, неразумия, нерадения. Внимательно вдумайте, что. Уныние. Вот что-то маленько где-то не так, все уже, голову опустело, не смотрят и жить не надо. Сегодня, когда показывают, суицид-то на себя руки накладывают люди. Причины вообще как будто никакой нету. А жизнь такая, я жить не хочу. Уныние. А уныние, ну разное объяснение дают святые отцы. У меня свое есть изречение. От плохо сделали работы. Плохо молился. Плохо заботился о том, что тебе Господь дал уже, и ты это к делу не приложил. Вот уныние тогда и приходит. Вот специалист один начнет делать, как золотые руки, а другой нанимает, или так, как пусть, как будет. Как-то пришлось видеть консервную банку, и кирпичи выпадают в пешке. А на консервную банку это заложили, и все. Хотя половина кирпича, глина, пешка. Еще тут нет мудрого-то. А вот в этом и есть забвение. А забвение, когда у человека что нужно вспомнить? Так вот слово вспомнить относится к людям, а так, к животным или к Богу. Вот когда начинаешь вникать в суть, не пропуская ничего, как будто первый раз Библию в руки взял. Я даю числа, чтобы по арифметике по этой увидели, что далеко-далеко мы еще не выпускники. Атестат зрелости нам еще Бог не даст. Конкретно, четко и ясно. Господь говорит, прогоните народы, которые там живут, ибо вовек милость его. И люди не знают ничего, живут дружно, и вдруг какие-то полщища, до горизонта огни горят. Это что такое? Всех сметают, ибо вовек милость его. Этим людям говорят, они говорят, что пришли убить вас, их Бог это повелевает сделать. А это действительно так? Вот давайте с той стороны. Мы пришли к этим людям и начинаем говорить, это вы этому Богу поклоняетесь. Есть такое слово антропоморфизм. Оно не встречается, но смысл тут. Господь многое говорит нам, что к нему не относится. Воззови ко мне, я услышу тебя. Да мы еще не родились, Бог знал, что мы сейчас будем сидеть, и как будем думать, как оденемся, как умрем. У Бога все прежде всего. И на небе произошла война, и они победили кровью Агнца. Какого Агнца? Речь вот о Христе. Еще земли, может быть, не было созданной. И как это так кровью? У Бога все в одном дне. Нам это никогда не понять. День, ночь, календарь. Надо научиться мыслить категориями Священного Писания. Идите и убейте. И их место занимайте. Я вам отдаю. Конкретно, Господи, покажи, что они не так. Вот я среди них оказался. Они говорят, расскажите, кто ваш Бог. Мы начинаем говорить, как Он явился Моисею. Моисея вот ведет людей. А где ваша земля? Нет земли. Мы в плену были. А мы вырвались оттуда. И Господь говорит, я вам дам землю. Рассказывает про море, про все. Да не это. Мы-то какое отношение к вам имеем? И поэтому все народы вместе, как сегодня НАТО объединяются, остановить шествие. Нанимают человека, которому Бог отвечает. Валаам. Ты прокляни только их. А если проклятие есть, пропали люди. Все. Ничего не будет. И он хотел проклинать. И вышел, начал благословлять. Тот дал ему дары какие. Говорит, я тебя призвал проклинать. А ты что делаешь? Бог сказал. Вот если мы на это сегодня пойдем, рассуждать, как Бог говорит. Я просто все места хочу. Не все, конечно. Сейчас мест таких. Чтобы нам пробудить память свою. В Библии написано, говорит. И когда родители оскудевают умом, не призирай их. А это действительно так. Теряет человек. Не знаю, где-то вышел. Где живешь-то? Ничего не может ответить. Сегодня говорят, чтобы память работала. Приучите старые люди хотя бы до ста каждый день считать. Раз, два, три и так дальше. Нам это не надо. Мы открываем утреннюю молитвослов. Считается Слово Божие. А то у нас каждое утро. А потом через два часа. И спрашивай, кто ведущий будет-то? Ты первый раз, если придешь, а тебя знаем, мы дадим характеристику. Начинай читать. Начинай читать, как по порядку. Утренняя, вечерняя. Сто поклонная молитва. Я никогда не ждал такого результата. 118-й церковь, 164-й стих. Я на нем остановился. В интернетную группу занес. Я говорю, смотрите, как написано. Семикратно в день прослабляю тебя за суды правды твоей. За суды. Никогда Господь на руках нас нес. Как говорят, полный рот халвы, южные народы. Когда скорби, печали, войны, потери, болезни. И Боговек милости Бог. И вот здесь я 135-й псалом говорил. Я его весь постараюсь пройти. Я уже не знаю, сколько проповедей на эту тему говорил. Потеряю все лето. А здесь куплеты, строчки, события связаны. Никак их нельзя оставить. Я попрошу, брат, еще раз прочитай. 23-го по 26-й стих. Концовка. Вспомнил нас в унижении нашем. И во век милости его. Как нас унижали, как отнимали, как сажали, как детей забрали, никто не спрашивает. Убили. Ну, раньше было как? 10. И один человек пишет. Ну, раньше было 10 детей. Ребенок потерялся, она как курочка потеряла. Цыпленка, она похвокнула. А там еще 9 у них под крыльями. Но если он сегодня один. И воспоминания никакого-то генерала говорит. У меня один сын был. Я его отправил. Похоронка. В мирное время. Не надо Бога винить в этом. Мы должны Бога благодарить. Вторую ступеньку надо. А третье слабословие за все. Ибо вовек милости его. Он дал нам жизнь вовек милости его. Мы нашли его и вовек милости. Он дал нам православную веру ибо вовек милости его. Нас притесняли. Нас сажали. А мы остались живы вовек милости его. Хорошие судьи, адвокаты. Им все это дали вовек милости его. Такого мэра дал город. Мы бы не получили этого. Если бы не ректор университета, нам бы никогда там и не встретиться. Ибо вовек милости его. Его сердце было как расплавлено. Кто ходил на занятия. Вот научитесь постоянно спрашивать, что говорит нам Бог в Слове Своем. Сегодня Библия у нас еще открытая. Открытая. Я завтра вам оповещу, какое чудо на этой неделе было. Чудо. Великое чудо. Как нас встретил местный митрополит. Как снимались там. Как отнес книги. Это все заснято. И какую бумагу дал. И какой мне, говорится, орден дал там. Ну, орден это так это. Это вовек милости его. А враги все попятились. Никак я этого не ожидал. Представить перед народом. И говорить. Ибо у нас как это? Проповеди во свете Святой Библии. Проповеди. 1367 проповедей. Это не на улице. И каждое слово так. А сегодня уже за ночь говорят, что в каждой епархии эти книги были. Священники другой раз подходят и говорят. А я не проповедую. А почему? А я не умею. Как не умеешь? Ты вождь народа. Ты ему должен говорить. Ты должен увидеть, обманывают тебя или нет. И мы сегодня несколько мест откроем таких. Господи, избавим нас уныния, забвения, неразумия и нерадения. Неразумия, то есть плохие поступки. И нерадения о добрых поступках. Надо было делать. Да маленько не так. Ладно, без меня обойдутся. Вы пришли сюда. Ну народу-то ничего уже нет. Где? А секты пополняются каждый день. Православных во всем мире сегодня насчитывается 254 миллиона. 254. А протестантов, баптистов, других, ну это все. Которые протестанты называются. Уже 800 по 900 подходит. Вот-вот миллиард будет. А почему? Они работают. Более миллиарда католиков. Самая тяжелая обстановка у нас, у нас у православных. Вот пришел, отстоял, ушел. Я еще раз напоминаю. Игумен Петр Мещеринов, которому верено всей молодежью заниматься в нашей стране. Он говорит, 85% богослужения для нас мимо проходит. Никто ничего не знает. Это Московская патриархия. Его никто не обвинил. Они соглашаются, люди с ним. Да так. Как? Разорвать эту оболочку, в которую нас кто-то задушил. Мы должны слышать Слово Божие и понимать, чтобы одно место с другим было соединено. Это сеть, которую Господь забрасывает и подтягивает к берегу. Считаем. Бытие 8, 8 глава, 1 стиха. И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах присмыкающихся, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. Ну, вспомнил. Вот я хотел узнать, где-то, вот бывает, в голове, вот где-то рядом прямо. Я бы вспомнил. Забыл, и здесь и Бог вспомнил. А перед этим он что, забыл, и вдруг на память пришло, и Бог вспомнил? Когда у Бога все в одном. Но мы вот этими категориями даже боязно говорить. А мы молимся, я покажу тогда в молитвах. Вспомни о мне, Господи, как ты пришел ко мне. Как я первый раз взял в руки Библию. Вспомни, Господи, как ты приласкал меня, чтобы работа, перспектива, которая перед молодым человеком открывалась, в ничто поставить. И мы коснемся одного момента, о котором сегодня даже не разговаривают в православии. Спрашивают. Вот, митрополита были мы с 17-го, но сегодня тут 19-е, это позавчера. У них какое-то особое совещание, я так и не стал спрашивать, кто. О, ну, видимо, благочинные были. 12 священников и архиереи-метрополит. Хорошо. Он ни разу никогда не скажет, что не снимайте. Все снимали. И особый человек, который ходил везде и снимал, видно, что они его знают. И через этого человека Господь возвращает старое. Вот у меня к истинному православию книга, это написано, приношу особую благодарность главному редактору газету «За наука» Алтайского государственного университета Клименко Владимиру Петровичу. При его содействии около, у меня 14 было в газете, он газета 999, больше нельзя. А они не знали, что будет вкладыш, хоть сколько. А я заказываю сразу 25 тысяч о крещении. Мы буквально весь город Барнелло наполнили и ходили. Это милость такая. И оказалось, что это сын его. А сын этот, видно, что опытный фотограф. И сразу к нему обращение наши люди, самые чистые записи, готовим новая книга «Ответы во свете Святой Библии». И он уже вошел как бы на наш круг, притом ответственно так. Я, выходя, ему только визитку сказал, могли бы признать, раз в округе нету. А он-то рядом с архиереем ходит вокруг. Вот с того времени Игния откликнулась. А ему Господь открыл. Мы с ним близкие-близкие были, как бы не он, той книги той бы не было. И вот теперь, Господи, Ты напомнил и пришло на память. Я молюсь теперь о нем. Его звать, который помогал Владимир, это Федор. Милостью Божией. Бытие 819, прочитывая, 81915. Подряд или 8 сейчас? Ну, что там? 915. А, 9. Нет, не так? Ну, такое 1929. Все, понятно. Вот так. И я вспомню, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душой живой во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. Такое положение бывает. Я, говорит, молился. А что, да Бог не отвечает? А сколько тароста молился? Да я же в церкви был, там свечек накупил, все. Никак. Сын запился, не могу вернуть. Ушел из дома, неизвестно, где он есть. Ну, помолитесь где-то. Мы стали молиться. Вот он. Это надо вот результат молитвы видеть где. И вспомнил Бог. Мы когда пошли туда, к митрополиту, и сразу объявили, у нас интернетная группа. Там немного, 170 человек. Не сразу все бывают. Сразу другим близким сообщили, там вконтакты везде. Мы только идем, как будто кто-то перед нами дверь все открывает. Хотя она сейчас позже была. И он представляет перед народом, берет мои книги, показывает, благословляет. Награду мне прикручивает какой-то. Это даже вообразить нельзя. А сколько врагов было, все попятили сразу. А на него броситься бояться. Потому что он не только митрополит, в одной из самых богатых митрополий. Но дело в том, что ему многое Бог открыл. Потому что он шел, медленно поднимаясь по ступенью. Он до этого был, который нападал, он был регент. Его поставили епископом. Он с народом-то не общался. А этот в Иерусалиме служит сколько лет. Там в Чехословакии, в Эстонии. И отовсюду у него награда от правителей. Доступает мир. И мы когда были здесь, я говорю, как будто Господь заново небо открывает здесь. И сейчас только пишет, говорит, у него такая энергия. Мы за тысячи километров почувствовали, что ни одного лживого слова нет. Бог полагает на сердце, как он обращается, как говорит, как благословляет раз, другой. И эта милость Божия приводит нас к тому. Бог вспомнил о нас. Одна неделя особая для нас сегодня здесь. Дальше. 19.29. А раз вспомнил, значит потопа не будет, а что огонь будет? Огонь. И было, когда Бог истреблял все города, окрестности сей. Вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лот из среды истребления. Когда не испровергал города, в которых жил Лот. Это Моисеева книга первая. Но ему Бог говорил, и писали Библии, святые, Божьи, человеки, будучи движимые духом святым. Мы подвинемся к тому, что надо народиться свыше. И вот ходит человек, молится, говорит, ну что я хожу, толк-то какой, одни старухи. Верующий никогда не скажет этого. И далее, второй Иоанн говорит, я крещу в воде, я неоднократно уже говорил, за мной идет, будет крестить духом святым. Я вот буду спрашивать, ты родился свыше? Я не знаю, я хожу, вот у меня так и есть. Священники говорят. А крещение духом святым, это пиесятики придумали, внезапно начинает, бластолали, говорить, ни одного слова не понимает. Бог открывает знания, язык, проповедь. Крещение духом, если было уже человека, не сдвинуть никак. Дух святой постоянно его бережет. Он переполненный благодатью духа святого. И вот перед этим и священниками все, когда показал, сказал, это немыслимо, что нам Бог позволил сделать. А что такое благодать? У меня никаких данных для этого нет, чтобы издать, и даже на процент этого нет. Это Бог берет самое негодное, чтобы слава приписывалась не человеку, а Богу. Причина-то вот чем. И еще 30 глава, 22 стих. И везде, говорит, Бог вспомнил. Не бойтесь так сказать, Господи, ты меня забыл или почему? И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Деньги нету, что делать? Эх, так, какая там чужая мать, суррогатная, там что придумывают за деньги? Здесь ничего не надо. Она молилась, и Бог ответил. Притом не переставала молиться. Исаак молится год-два, по любви сошлися. Живут 20 лет. И вдруг двойняшки. Что там, что природа изменила? То есть, что Бог вспомнил. То есть, нам понятно, что Бог помнил всегда, но Он видел, Он неотрывно стоит, и на своем так и просит. Вот мы не знаем, как будем дальше, но все время молитесь о том, чтобы слышанное здесь, любовь к Слову Божию, это вещь почти для православных неизвестная. Нас говорят, вы с Библии носитесь, как баптисты. Видите как? Я говорю, 12.48 Евангелия Тиана, считай. Господь говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. А если оно будет нас судить по слову, все остальные вопросы отпадают. Вот где надо искать ответ. Любой вопрос, какой у тебя есть. Вот если Господь позволит издать, вот сейчас ответы, я на вопросы даю в университете давал. 4124 тысяч по Библии, по пяти параметрам. Это только Бог мог сделать так. На каждый вопрос, который поступали записки мне, только в одном университете, а ГТУ, я вел занятия 18 лет. 18 лет. И ни одного вопроса не отвечено на них. Кто-то сказал, так вы их как-то сохраните. А у меня бумажки, которые вопросы-то. А теперь по ним уже дальше дома я отвечаю более подробно. И вот как Господь сделал. Наши есть люди, которые говорят, немедленно нужно это издать. Эти же самые вопросы отвечают неправильно. Не знают правильно, когда по Библии и ответ не противоречит никакому месту с неканалищенскими книгами. В Библии нет противоречия, потому что один хозяин от Духа Святого. Книги написаны Духом Святым через святых людей. Далее. 40.14 Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома. Кто молится? Иосиф, когда сидел. Тебе хорошо. Я видел сон. Тебя вызовут. Ты опять будешь подавать чашу с вином. Меня вспомни. И к Богу одно и то же слово. Но в молитве боязно сказать, что вспомни. Но слово Божие говорит, это можно говорить. Господи, как будто ты вообще не слышишь. Я взываю к тебе днем, ночью. Еще раз напоминаю. Россию Бог посетил особо. Особо поставил человека на правление. Сейчас он там в Китае, где там устанавливают отношения. Белоусов. Андрей Ремович. Уже четыре раза на него покушение было. И кто? Депутаты. Из разных партий. Я очень прошу всех. Он нуждается в помощи и прямо взывает. Помогите, помогите. И мы молимся, и день и ночь вспоминаем о нем. Что они сделали? Всю страну разворовали. Где дети есть? Что они там делают? И главное, все показывают, как оно есть. Народ знает, что вы чужие. Издеваетесь над ним. Пенсии минимальные и мизерные. Раз в четыре меньше, чем в Дании. И самая богатая страна национальными сокровищами под землей. Он все как будто бы... Как говорится, откуда его Бог послал такого? Я каждый день слежу за ним. Где он есть? Сейчас вот в Китае был, как его принимают. Потом еще он где-то по другим странам. Которые самые близкие были. Главные министры. За решетку. Пока не рассчитаются. А люди все сейчас немедленно всю Думу распустить. Да называют не Дума у нас, говорят, а дура. А то официально уже. Никто-то об Острыкин сказал. Александр. Главный прокурор страны. Что с людьми сделали? Люди не верят вам ничему. И мы должны это знать. Вспомнить, что мы хозяева здесь. Не они. Хозяева как? Кто работает? Я могу показать вот здание. Где-то что-то сделали. А это ничего нигде нет. Им никогда нельзя завидовать. Они приходят и уходят. Как теть быстро текущая. Далее. Левит 26.42. Я все места Писания, которые здесь есть, хочу, чтобы вы в нас вошли. Ничего не забывайте. Вот у нас есть тут сестры Татьяна. Она записывала это. Ну, каждое утро мне в 4.40 звонит. Так. Левит 26.42. И я вспомню завет мой с Яковом. И завет мой с Исааком. И завет мой с Авраамом вспомним. И землю вспомним. Господь говорит, не оставлю и не покину. Потому уныния не будет. Забвение будет удаляться. Неразумие. Зачем неразумие, когда сам... Мудрее книги Библии нет на земле. Только Библия говорит, что будет дальше. Притом кое-где говорит, с точностью до одного дня. Сойдут пророки с неба. И будут проповедовать 1260 дней. И дальше что будет? И как народу будут поздравлять, что из них огонь выходил? Мы совсем рядом стоим. Поэтому надо напряжься. Что бы ни было, Господи, есть люди, которым намного труднее, намного хуже. У них никого нет. Отдельно покинутые где-то пострадали. Вот только что сегодня просчитал про одного. Это как так? Снимал фильм. Знаменитый артист. Не хотел, чтобы за него кто-то там делал. Трудные такие моменты. Прыгнул сыро на шпалу, подскользнулся, сломал ногу. Операцию за операцией, наконец, заразили. И все кончилось. И ни деньги, уже ничего нет. Все, один прыжок, и тебя никогда нет. В нашей жизни очень часто такое бывает. Бывает. Теряем друзей, близких, разводы. Подумайте сами. Вот тысячу в дворец спорта пришли там где-то. Венчают они по-своему, безбожники. И не просто. Из тысячи восемьсот сорок шесть развод. В первые четыре года. А дальше там вообще нет. Никакого греха нет. Вот здесь вся самая основа. Когда открыли свободу здесь, миллионы туда. А сюда один, два, три человека. Кто-то придет и все. И там, когда приходят, в другой стороне Германия, Америка. Что они там делают? Они на месте. Говорят, детей невозможно в школу посылать там. Ребенок может выбрать себе пол. Ему пять лет только. А теперь ему делают операцию. Он будет мальчиком, значит, делать с девочкой. Она бесплодная. И они приехали. Мы, говорит, за этим сюда и приехали. Невозможно жить. Такая мерзость. А нам Бог открыл эту свободу. Вот мы здесь приходим. Нам никто не препятствует. Полная тишина. Вот хотели вот что-то с домом-то где-то. А мы написали. Написали все. Вы помогли нам. Документы послали. Ну, если они начали делать, они все подметут. А здесь сразу. Принято во внимание. Все. Что-то это уже перерегистрировали здесь. На какое место. И все остальные документы приложили. И пришел ответ. Господь поставил на защиту людей там. Мы не сумели поиметь встречу с местным мэром. А я ему франк. Я ему книгу подарил. Господь так расположил сердца. В юстиции главные, которые заведуя и так долго беседовали. Книгу подарил к истинному православию. Благодарят люди. И тут же начинают смотреть. Как милость Божия. Господь нас обильно и преизобильно благословил богатством. Второзаконие 9.27. Вспомни рабов твоих Авраама, Исаака и Якова, которым ты клялся собою. Не смотри на ожесточение народа сего и на нечестие его и на грехи его. Это молитва какая. Надо молиться знать как. Господи, какие были люди, что здесь было. Но как-то в нашей природе кто-то остался. Отец хоть без руки, но вернулся. А у других никого нет. Мы должны припомнить милости Божией и все время говорить. Господи, а еще вот это напомни мне. И Бог внезапно это открывает. Начинаешь где-то спрашивать, смотреть. И открывается новая забота Бога о нас. А мы даже никому и не сказали об этом. А ты провозвещай всем. У меня было абсолютно безвыходное положение. И Бог располагает не кого-то, а политрука. Политрука. Я вот сколько рассказываю, мое дело. Арест был по санкциям ГБ, Московской КГБ. Это самое строгое. Там работает гады. И какой-то знак поставили. Начинаете избивать. В красном уголке, говорит, до уровня головы крови залито бывает. Мне пальцами не протонули никто. И сказали, когда я говорю, не препятствовать. Но если ко мне кто подойдет, бейте. Это то, что я теперь вспоминаю. Освободившись, я нашел, кто был главный. Отослал ему подарки. Это Бог делает так. Ни пальцами не тронул. Почему? Они это сделали. Сделали знак. И никто тебя не тронет. А они же взяли, и они же озаботились. И поэтому, кроме благодарности, что я был, я благодарю Бога. Милостью Божию мы касаемся теперь, какие дети. Судей 8.34. И не вспомнили сыны Израилева Господа Бога своего, Который избавлял их из руки всех врагов, окружавших их. Мы должны помнить сейчас, какая трудная обстановка. Вот где-то на войну там берут людей. Ты только благодари. Не забывай ночью встать. Как им там тяжело. Оказалось, что не миллионы, а миллиарды разворованы, что посылали на них. Вот брат сказал, нужно тогда было в окопах сидят там, где сейчас. Свящу поставить некуда. Банки пустые, пришлите. И он сейчас этот Андрей Ромович разобрал, как подряд, вплоть до Шойгу, под решетку всех. И надо вести, чтобы расстрел был, как в Китае. Прямо призывает людей как-то. А думаю, все распылить и по-новому, чтобы народ сам избрал себе. И каждый день, вот я смотрю за ними, наверное, не пропустил ни одного ролика на эту тему. Я считаю, это дар Божий. Кто-то вымолил такого человека. В Салтыре встречается 14 раз, когда говорит, вспомни о нас, Господи. И Господь вспомнил. Давыд 14 раз употребляет это слово. И далее. В Новом Завете как? Марк 14, 72. Марк 14, 72. Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отлечешься от меня. И начал плакать. Господь напоминает. Петух в другом месте какое-то другое животное или что-то. Бог обязательно напомнит. И вспомни, как это было. Вот что интересно. Мы идем туда. Тяжело нести. Сумки книги-то. Это же 15 килограмм с лишних-то. И переходишь через дорогу, бордюр маленько повыше. А где нету светофора, там ты идешь, машина останавливается. Я за него заполнулся и растянулся прямо перед самым машиной, которая едет. Вот сумка тут в руках. Ничего не поломалось. Встали и пошли. Как будто так и надо. Господь показал, ниже кланяйся. Вот это прямо было позавчера. А это могло быть раньше и где-то как-то, не знаю, благодарен за то, что у нас было. И книги когда-то принесли туда, целый час пришлось ждать. Священники пришли, а владыка где-то в другом месте. Он пришел, когда мои книги взял в сумки, тяжело. Сам принес, сам раскладывает. Это даже сказать нельзя. Но люди уже знают и видят, какое-то у него особое отношение к нам. И мы все это засняли. И просто вы увидите ролик, который Владимир снимал, а там еще и фотографии. Фотографии, наверное, 20 или 30. Со всех сторон. Даже говорить нельзя. За что? А за то, что там было, может быть. Тогда такое было. Травля была открытая прямо. А это нет, как будто никогда ничего не было. И все, тишина и Бог с нами. Лука 16, 25. Петр вспомнил, а мы вспомнили? Сколько раз отрекались от того, что нужно делать. Да я потом. Когда мы не побоялись встать ночью помолиться. Когда днем. А я молюсь за него, а он против идет. Тебе не надо, на той стороне он отвечать будет. Ты с этой стороны поставь преграду молитвой. Всем врагам прости, Господи. Ибо близко пришествие Твое. Но Авраам сказал, чадо, вспомни, что ты получил уже доброе Твое в жизни Твоей. А Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Это на том свете. Уже на том свете. Вот там в памяти уже умер человек. Деградация полная. Там ничего не помнит. Там все откроется, как было. И у Бога совершенно по-другому. Вот люди идут священством со святыми у покой. Это 19 января по-старому. Макария Александрийский. Святой такой. А он идет и видит. Демоны. Пепел сыпет на человека. С глобонной жидкостью брызгают. И проклинает. Будьте вы проклятые христиане. Человека повинного во всех грехах. Вы старство небесное толкаете. Это все записано в житиях святых Дмитрия Ростовского. Поэтому то, что мы видим, это еще не все. Даже в одном месте говорится. Ты вчера крещен был, баба пошла. Ты помни, вот батюшка стоит. Ты люби его. А внук говорит, баба, это не он. А как? А который меня крестил. А батюшка, вон он, связанный под скамейкой лежит. Вот. Картина-то какая может быть. Поэтому никаких решений, окончательных ответов дать мы не можем. Кроме того, что говорит нам святая Библия. И 24,8. Гухи. Еще немножко. Чтобы знали, когда Господь слышит нас. И вспомнили они слова Его. Вот как вспомнили слова Его. А до встречи забытые. Вот начинают тогда спрашивать. А что нужно, где помнить? Какие-то стихотворения. Вспомни, как ходил в школу, что-то. Ну как-то, что-то читать надо. Памяти совершенно нет. Сегодня это беда со стариками. Просто беда. И поэтому молодежь с ними не хочет даже жить. Батюшка приехал тут один и говорит. Ко мне подходит на исповедь. Батюшка, мы замучились с этой бабкой. Благословите нас отравить ее. Ну невозможно совершенно. Сколько лет уже лежит под себя благословите. Видите? Вот это, когда допускают искусственно. Вот есть государство, там Бельгия, где пишут заявление. Они приезжают, укольщик дали. И до свидания. И его нету. Официально государство это делает. У нас этого быть не может. Мы должны принять все, что есть. Ходите осторожно. Вы знаете, у нас тут была сестра одна. Как я просил ее. Пришла, лежала на кровати у нас вечно. Моя пойду домой. Я говорю, Надежда Павла, не ходите. Скользкая дорога. На остановке упала. Повредила руку. Начался рак. И все. Достался до здесь. До нашего места-то сколько. Посмотри, сколько кроватей-то где-то. Кому-то может и ходить не надо. Наши сестры две живут от нас за стенкой. Дорога-то какая. И далее. Евангелие Теана 16,4. Еще три места прочитаем. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказал вам о том. Не говорил же всего вам сначала, потому что был с вами. Я вам говорю, как кончается быстро. Ничего вот этого не будет. Дома этого не будет. Мы будем где-то одинокие. И сегодня прямо говорят. Дали сигнал сейчас где-то. В дом не заходить. Двери открыты. И куда-то все. Потому что объявляется в чума. Зараза. То есть какие признаки где есть. И никто не скрывает это. Это в плане стоит. А зачем? У Бога свой план. Ты научись смотреть, что у тебя есть. И благодари Бога, что у нас еще этого нет. У Израиля-то так и было. Некогда приходили. И все исчезло. Новые люди. И при том, женщины, дети. Девицы, которые не познали мужа, только их оставляли. Только их. А остальное под корень. А женщина беременна, пополам руби ее. Израиль жив. И поэтому молитву. Всегда молитесь об Израиле. 12.3 Бытие говорится. Благословляющий семя Абрама благословлен будет. Проклинающий проклят будет. Вот когда мне что-то говорят. Я говорю, это все выше моих талантов. Но я благословляю народ израильский. Каждый день. Господи. Откроем истину. Они просмотрели Мессию, который пришел. По их машах называется. Он был с ними. Творил чудеса. И предали его. Предали, распяли его. И они кричали, кровь его на нас, на детях наших. Страшные дела совершились. И уже почти две тысячи лет. Только в эту войну, вот от Холокост называется. Их всего-то 13 миллионов. Я беру статистику оттуда. Почти 6 миллионов только Гитлер уничтожил. А то половина народа. А почему ему говорят, вы говорили, кровь его на нас. Да благословит Господь всех, которые невинно погибли. Прими, Сарство Твоего, Господи, верующих Тебя. И далее. Деяние 11.6.16. Деяние 11.16. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил. И я открестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Вот это запомните. Вывалите у Бога. А как это? Это Бог делает. Ну а как узнать это? А как у Иеремии, говорит, я хотел молчать, но внутри меня, в костях моих, где кровь образуется, мозги. Как огонь горел, и я не мог. Тысячу раз тебе будут говорить нельзя. Бог повелел. Это крещение Духом Святым. Душа погружается не телом в воду, а душа в Дух Святой. И Господь это дает. Я близко знаю, которые священник, когда не узнают, у меня в один день это получилось, 27 сентября 1962 году. Я рождение свыше, и крещение Духом Святым Бог дал. И уже не остановить. В корабль только пришел и сразу начал проповедовать. Еще ничего не знаю. А потом уже, когда пришло время, годы, нашел знатоуста, я прямо буквально по строчкам. Бог влагает слова, что сказать. Как это? Не знаю, и на все вопросы одно не знаю. Я знаю, в Боге жить. Это не быть довольным, то, что у тебя для плоти все хорошо. Это все временное. Видимое временное, а невидимое вечное. Так. Римлянам. 11.18. Еще два места откровениям все. 11.18. То не произносись перед ветвями. 12.18. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебе. Это речь идет об евреях. Они корень. И не надо их зазирать. А то они такие, то другое. Ну, апостол Павел их примеряет. Это помни, корень от них идет. Евреи дали нам Слово Божие. Великое преимущество быть иудеем, говорит. Какое? А во всем наипаче в том, что им верено Слово Божие. И они его сохранили. Пророки евреи услышали. Пророки эти евреи записали. И для нас сохранили. И перевозчики пришли. Вот когда посмотришь эту дорогу, Господи. Ну, кто я такой, что... Как будто ждали меня. И перевели. И Библию достали. И именно я поехал. Зачем поехал в Латвию после... Никого там нету. А вот как кто-то толкал туда. Это пограничный город. На берегу моря. И там не прописывают где-то. И где прописывается, сидит полковник. А кто вы будете? Вот надо же ему со мной разговаривать. Я уж почти не поминаю его. А какой он? Из милиции. Я говорю, да вот приехала. Не прописывает. А где не прописывает? Да вот строительное управление. Почему? Ну, нельзя здесь. Так. Слышу, он разговаривает. Так, так. Так нельзя. Я сказал, пропишите. Первый раз видит. Никакой встречи с ним не было. Господь как делает? Ну, прописался. Естественно. И дальше с соседями с латышами, где... Это такие эгоисты, такие нацисты. Они только своих любят. Опровергаю. Ты по их, если разговариваешь, они не знают, куда тебя посадить. Настолько дружественные, работящие. И вот они мне как раз молились, когда на меня покушение готовилось. Буквально несколько секунд до смерти. А один из них сидел, который вернулся и говорит, а где этот братик молодой? Да нет, в море. Душа моя исходит. Давайте скорее о нем молиться. Вот как было делать. И когда сравнили, в какое время там, это 4.30 было, в пятницу, все сошлось. А два человека зашли, чтобы убить меня. А жена капитана Пролова пришла там вешать белье. И они отступили. А потом один из них мне и сказал, когда я уходил. Я говорю, а за что ты хотел убить-то? Да ни за что. Я был хулиган такой, не слушался. А отец был проводником. А у него, там через плечо, там портупея была такая узкая. А бабка жаловалась. Я сказал, вырасту, буду верующих всегда преследовать и убивать. А Господь меня спас. Я вот оглядываюсь назад. Сплошным чудом. Ты только вспоминай. Вспоминай. Есть такое у Баптиста песня. Господа, милости, вспоминай, считай, все их до единости, все сердце повторяй. Вспомни, как он дивно наделил, удивляться будешь, что он совершил. И еще откровение 2.5. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Это речь говорится, что человек правильно жал. А ты вспомни, кем ты был и кем ты стал. Вот вспомните, ваши соседи живут где? Чем они сегодня занимаются? Кому они о Боге сказали? Кому Евангелие подарили? Вот Господь как делает? Тут такая организация большая на углу есть, как на Ленинский заходишь. Ну, там все по документам восстанавливают. И вот такая статуэтка стоит. И вот такие там перепады книги. Обмен книг. И готово. Я беру Евангелие, сегодня взял Библию. Прихожу, там сколько положено, 10 перепадов-то. Я их все забираю, они сгодятся. Везде раскладываю Евангелие, Библию, божественное что-то. И все снимаю. А которая там должна, может быть, другим помогать? Я подошел, говорю, Библию одна я дал. Вы ее возьмите. А дальше Красная Евангелие. Уже который раз опустошаем. Ну, там пустое все. Только на растопку. И вот сейчас опять приготовил сколько. До этого никогда бы не знал. Господь делает. Кто-то надумал, все так красиво сделано. Таким вот стоит. Так, а здесь такими перепадами. Можно потом посмотреть будет. Вспомни, откуда ты не спал. Если ты был верующий, ты на высоте был. А потом постепенно все и кончилось ничем. Чем ближе к финишу, тем быстрее надо бежать. Быстрее. Бежать не телом, душою. Где бы что ни сказали, а можно я это сделаю? А не так, что, может, обойдутся без меня. Нет. И еще откровение 3-3. Здесь же. Вспомни, что ты принял и слышал. И храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать. И ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Друзья, Господь еще раз предупреждает. То, что ты молод или молодая, для Бога-то ведь это ноль. Нет, нет, нет. Готовься. Вспомни, сколько у тебя было ревности. А как сейчас? То замуж вышла, то женился. Ну, думаешь, приобрели человека, а наоборот потеряли. Вот посмотрю, занялись какими-то делами. Наши, которые были здесь христианки, вижу в интернете, полураздетые. Недавно только были здесь, причащались. И я думаю, что это? Чем они занимаются? И знают, как выгнуться, как ногу, говорится, отклящить. Это надо? Это наши, наши люди, которые были здесь. Так это не все. Дороги, когда ехали здесь. Я пишу какая-то. Никто не видел, я увидел. Я узнал сестру. Может быть, их обольстили, и тут же они в интернете показывают деньги, показывают пачку долларов, сколько платят им. Прям фотографируют, тут уже никуда не денешься. Может, дальше не идут на этом только, чтобы они послужили тем, чтобы дать рекламу о чем-то, какое-то предприятии. Да, хорошее, да, красивое, но как это перед Богом? И поэтому, кого у нас нету в последнее время, молитесь. Да благословит нас Господь, сохранить то, что Он нам дал. Ибо велика милость Божия с нами. Ибо вовек милость Его. Аминь. Аминь.